Президент Казахстана Касымжамар Тукаев выступил с посланием «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации» ровно один год назад. Глава государства подчеркнул, что постепенно сокращая полномочия президента и значительно повышая роль парламента, мы укрепляем институциональный фундамент нашего государства. Дав конкретное поручение для дальнейшего развития страны, глава государства отметил, что в «Новом Казахстане» будут созданы три новые области. К особой радости семичан нашему городу присвоили статус областного центра. В семье не осталось ни одной души, которая не обрадовалась бы возвращению городу статуса областного центра спустя 25 лет. Мы видели Касымжамар Тукаева как президента «Нового Казахстана». Поэтому все изменения зависят от главы государства. Конечно, успехи и недостатки какого-либо учреждения, организации, несомненно, зависят от ее руководителя. Поэтому я считаю правильным передавать власть народу. В связи с политикой правительства Республики Казахстан по укропнению населенных пунктов, 25 лет назад Семипалатинская область была упразднена. Ее объединили с Восточно-Казахстанской областью с центром в городе Ускаменогорск. С тех пор жители семьи неоднократно инициировали присвоение особого статуса древнему городу, великой земле и возвращение статуса области. Поэтому семей привлек внимание президента. Не могли скрыть радости и представители интеллигенции города семей. Большое внимание усилению этих сфер. Мы ему очень благодарны. Точно так же политические партии проблемы изменения политической системы немного расстраивают, потому что нужно всем партиям дать равные возможности, дать возможность создавать новые партии. При этом просьбы народа, поддержанные президентом, дали жителям города большой импульс. Поэтому местные жители были рады возвращению статуса областного центра. А в честь исторического дня был организован автопробег с флагом Казахстана и плакатами. В целях выполнения конкретных поручений главы государства в регионах началась напряженная работа. Аким области Абай Нурлан Уранхаев провел форум земляков и семей стал площадкой для встречи бизнесменов. Сегодня и предприниматели приняли предложение Акима области Нурлана Уранхаева и встретились на форуме. Уроженцы региона отдают дань уважения родному краю и стремятся украсить свои регионы. Предприниматели представили новые проекты, обменялись мнениями. Впереди много работы в этом направлении. Бизнес-форум, организованный в день Абая, стал прорывом в экономике семея. Далее правительством был утвержден пятилетний комплексный план развития области. Наш регион процветает и рабочих мест становится все больше. В ходе визита в область Абая глава государства Касымжом Артокаев отметил, что необходимо придать новый импульс развитию региона. Семей должен стать современным, комфортным городом. Город должен быть благоприятным местом для горожан, а не для промышленности и транспорта. При планировании работы по развитию семей необходимо придерживаться высоких стандартов. Аким области Абай Нурлан Уранхаев на пресс-конференции остановился на первых шагах в развитии новой области. Один триллион восемьсот девяносто семь миллиардов тенге выделено на реализацию комплексного плана. Предполагается, что объем производства продукции вырастет в полтора раза. Глава государства поручил модернизировать инфраструктуру Семея и построить новый тепловой центр. В целом область развивается по девяти направлениям. В планах разработка горно-обогатительного комбината, медного месторождения Айдарлы, строительство железной дороги Айягос-Бахте, создание логистического центра, реконструкция моста, подвесного моста, ремонт двух тысяч километров дорог. Согласно плану, утвержденному правительством, область Абай теперь будет развиваться комплексно. С этой целью планируется привлечь инвестиции в размере 1 миллиарда 300 миллионов тенге. Объем производства продукции достигнет 1 миллиарда 400 миллионов тенге. В первую очередь решается проблема безработицы. В ближайшее время появится 14 тысяч рабочих мест. Это значит, что в регионе стабилизируется финансовое состояние населения. Послание президента «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации» придал нашему региону новый импульс. Вот такой с Дандыбаева, Талшин Шакертхан, Русем Хайратулу, телеканал «Семей». Перед началом совещания заместители Акима города и руководители отделов приняли и проконсультировали жителей районов по личным вопросам. На встрече прежде всего Аким города подвел итоги проделанной работы в 2022 году и представил общественности работы, которые будут выполнены в текущем году. Я и мои заместители принимаем жителей каждую неделю по личным вопросам. На данный момент мы приняли более 400 горожан. Так как город Семей является областным центром, мы планируем сделать акцент на современном инфраструктурном промышленном экономическом развитии города. Кроме того, Акимат города разработал несколько проектов для создания благоприятной среды для жителей. Прибывшие на встречу с Акимом города жители района Каскрай на протяжении многих лет поднимали накопившиеся проблемы. Среди наиболее важных была тема благоустройства района. У нас очень много широких улиц. Дорогирово, Алхунсарина, Репино. Почему бы там такого же типа аллеи не сделать? У нас здесь инфраструктура абсолютно никакой нет. Элементарно даже аптеки нет. Ближайшая аптека – это только вокзал, либо ЦУМ. Освещение вообще нет. Улицы, где находятся школы, где находятся социальные объекты, первоочередно мы эти улицы все осветим. По благоустройству мы, прежде чем сделать эти улицы, мы объезжали, в том числе и ваши улицы. Там есть одна улица, но одна есть. Там посередине идут очень много электрических сетей, ее надо было сделать. Через этим мы сейчас, на данный момент запланировали и будем отрабатывать. Но это, скорее всего, может быть, не в этом году будет. Если успеем, то в этом году сделаем. Жители улицы Трусова уже 13 лет не имеют доступа к освещению. Здесь много детей, которые ходят в школу. Для учащихся второй смены ходить по темной дороге опасно, говорят жители. Мы 13-й год бьемся, чтобы нам осветили улицу Трусова. Там находится школа. 28-я, 37-я. Дети ходят в темные сутки времени, особенно вторая смена. Все, отвечу. Вот. Вы мне сказали, что хорошо, мы вам ответим на этот вопрос. По сей день ответа мы не получаем. Все, сделаем, как обещали, сделаем в этом году. На контроль возьмем обязательно. Кроме того, в ходе совещания был поднят вопрос в дороге. Жители улицы Турай-Гырова годами не могут решить эту проблему. Последние 7 лет, несмотря на наши жалобы в Акимат, мы не увидели качественной работы, говорят они. У меня в руках подписанные бумаги. Сначала говорят, отремонтируем, а после говорят, что ремонту не подлежит. 7 лет, как уже боремся с этой проблемой, но результатов нет. От обуви наших детей ничего не осталось. Через эту воду также нелегко пройти. Это дорога, которая ведет в школу всех детей района Каскрай. В этом году мы начинаем работу, выделено больше средств, чем раньше. Я только что сказал, что первое, что мы должны сделать, это улучшить состояние дорог, ведущих в школу. Во время совещания было озвучено несколько проблем с уборкой улицы от снега и графиком работы общественного транспорта. Глава города внимательно выслушал запросы общественности и дал поручения ответственным руководителям отрасли. В дальнейшем эти вопросы будут в центре внимания. Талшин Шакартхан, Рустем Кайратул и Ежен Макзумов, телеканал «Семей». На встрече с Акимом области большинство вопросов, поднятых жителями города Курчатов, касалось жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Некоторые жители подчеркнули, что в городе есть трудности с отоплением и энергообеспечением. Кроме того, актуальный вопрос ремонта дорог. Один из наболевших вопросов нашего города. Не просто вопрос, а, наверное, уже проблема. Сейчас в ваших словах я тоже услышал, что этот вопрос широко обсуждается, постоянно он на контроле, поэтому это наши дороги. Если вы сегодня приехали и проехали по Курчатову, наверное, вы увидели. Поэтому, знаете, вот, если, извиняюсь, если вдруг буду резок, но действительно наболело. Вот этот ежегодный ямочный ремонт уже действительно просто немножко нас, как нам надоело, нас немножко задевает. Для того, чтобы найти решение вопроса, Аким области поручил сначала подготовить проектно-сметную документацию. Для того, чтобы выделяли деньги, необходимо проектно-сметную документацию первого на второго. Это, как говорят, нет проектно-сметной документации, нет финансирования. Все очень просто. Поэтому давайте садимся по дому. Мы, конечно, у вас один на один с проблемой остальных не собираемся. На сегодняшний день в городе проведен капитальный ремонт двухэтажного здания больницы. Отремонтированы лифты и установлен резервный источник питания. В планы входит обновление операционного отделения, отделение неотложной помощи и неонатологии. В следующем году планируется построить родильный дом. Также глава области отметил, что планы по приданию Курчатову статуса Наукограда все еще в силе. Курчатов – главный центр ядерной физики Казахстана. Научные, человеческие ресурсы и опытные площадки дают большие возможности для дальнейшего развития международной идеи мирного атома. После встречи с населением глава области также провел прием граждан по личным вопросам. Дефицит студенческих общежитий в области Абай составляет 2600 мест. Этот вопрос актуален не только в нашей области, но и в большинстве регионов страны. Сейчас к строительству общежитий для студентов привлекаются инвесторы. Проект реализуется с 2018 года. По словам главного специалиста акционерного общества «Финансовый центр», такое решение позволит снизить нагрузку на бюджет и значительно быстрее решить проблему нехватки мест для студентов. Есть, конечно, проекты, которые заключаются в период рассмотрения документов, подачи документов. Есть определенный пакет документов, которые необходимо предоставлять инвестору, который хочет построить, например, общежитие. То есть он предоставляет его минимальным. То есть документы, проустанавливающие идентификационные документы на земельный участок. То есть это в виде договора купли-продажи и госакта на земельный участок. И также, если это будет ИП или БТО, соответственно, пакет документов по ИП или БТО. Отметим, что концепция проекта базируется на партнерстве государства и частного сектора. После оформления необходимых документов с инвестором или индивидуальным предпринимателем заключается предварительный договор. И тогда предприниматели начинают строить здания за свой счет. Общежитие получает госзаказ в зависимости от фактического количества заселенных студентов. Они будут сразу изначально планировать то, что на первых этажах они могут создать коммерческие площади. И в этом плане общежитие удобнее, чем школа. Потому что в школах это строго ведется мониторинг в этом плане, что нельзя ничего делать в школах, кроме самой школы. То есть от другой деятельности. Соответственно, по общежитиям это все, что угодно. В ходе брифинга было отмечено, что в дальнейшем на основе частных инвестиций в семей также могут быть построены новые общежития. В этом направлении ведутся переговоры с инвесторами. В кризисном центре Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай прошел брифинг, посвященный проблеме увеличения числа пострадавших от угарного газа. Заместитель начальника Департамента Алексей Штыкель рассказал, что с начала отопительного сезона в области зарегистрировано 42 случая отравления людей угарным газом. На территории нашей области отмечается рост пожаров в жилом секторе. К сожалению, отмечается у нас рост случаев погибших от угарного газа. Все это сопряжено как раз с нарушением права пожарной безопасности при эксплуатации, соответственно, печного отопления. В целом у нас с начала отопительного сезона на сегодняшний день зарегистрировано больше 40 случаев отравления угарным газом, 8 из которых со смертельным исходом. Среди пострадавших 7 детей, один из них не выжил. К слову, за последние недели число пострадавших детей увеличилось. Буквально за две недели марта Департаментом по чрезвычайным ситуациям области зарегистрировано 6 случаев отравления угарным газом. Пострадало 14 человек, один из них погиб. Всего отравилось 10 человек, среди них 5 детей. Вместе с тем отмечается, что часто причиной отравления людей угарным газом является отсутствие тяги в печи, возникающей в связи с перепадами температур, а также по причине забитого дымохода и наличии трещин в печи. Сейчас департаментом проводятся все необходимые работы для предупреждения подобных случаев. Мы с 1 февраля по 1 марта провели месячник, субботник пожарной безопасности. Также были охвачены все практически населенные пункты нашей области. Личным составом департамента служба пожаротушения привлекается. Необходимо отметить, что данная работа направлена в первую очередь на предупреждение возможности чрезвычайных ситуаций в жилом секторе. В ходе рейдов сотрудники департамента раздают жителям области памятки и проводят разъяснительные беседы по пожарной безопасности. А социально уязвимым слоям населения устанавливают датчики угарного газа. Такое устройство с начала года установили в 637 домах области. При наличии нарушений между продавцом и покупателем департамент торговли и защиты прав потребителей проводит соответствующую работу. Во Всемирный день защиты прав потребителей департаментом проведены мероприятия по информированию населения. В рамках этих работ горожанам раздали специальные пояснительные листы и мини-брошюры. Всего с начала года в департамент поступило 64 обращения. 11 из них поступили через телеграм-бот. 12 проблем озвучили в ходе личного приема граждан. Еще 26 по горячей линии и 15 в письменной форме. В рамках обращения жителей стало известно, что потребителям был нанесен ущерб в размере 4 миллионов тенге. Сейчас гражданам вернули уже 1 миллион тенге. Больше всего жал поступают по розничной торговле. То есть ежедневно мы, как потребители, покупаем какую-либо вещь и можем купить некачественную продукцию. Мы можем вернуть товар в течение 14 дней, но иногда продавцы отказываются принимать его обратно. Вот таких проблем много. Подобных обращений поступило 20. Потребителям возвращено 365 тысяч тенге. Также поступило 16 жалоб в сфере услуг. К такой сфере услуг относятся замены дверей, окон, услуги в салонах красоты и многое другое. Отметим, что в стране действует объединение, которое занимается защитой прав потребителей. Оно существует уже почти 30 лет. В течение этого времени они защищали права потребителей, когда наблюдали скачки цен и нарушения между продавцом и покупателем. Члены объединения отмечают, что каждый потребитель должен знать свои права. Первое, что мы делаем, это даем потребителям советы. Если потребитель живет далеко, то мы с предпринимателями связываемся по телефону и объясняем им требования потребителя. Бывают случаи, когда предприниматели сразу решают поступающие вопросы, а есть недобросовестные бизнесмены, которые не идут на соглашение. Тогда мы вынуждены обращаться в суд. Сейчас подавляющее большинство людей обращается в общественные объединения через социальные сети. Одна из них Татьяна Мацыпай. Она заказала спортивную обувь пять месяцев назад в одном из интернет-магазинов. Однако ни товар, ни своих денег она не получила. 20 октября заказала кроссовки в инстаграме, в интернет-магазине. И до сих пор не могла забрать их. И нашла общество защиты потребителей, куда обратиться можно будет. И подошла, 27 февраля я подошла. Они мне не отвечали, в интернете не отвечали, по ватсапу не отвечали, никак. И в инстаграме тоже. И вот я 27 февраля я подошла. И мы в течение получаса вернули деньги. Если потребитель заметил несоответствие цены и качества приобретенного товара или его права были нарушены, то сначала необходимо подать письменную жалобу на имя предпринимателя. Напомним, что покупатель, не удовлетворенный качеством товара, может вернуть его в магазин в течение 14 дней. Однако для защиты своих прав на должном уровне целесообразно также обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей с прямой жалобой. В этом году планируется пополнить ряды Национальной гвардии около 300 молодым гражданам области Абай. Граждане, призванные в армию в мае-июне, могут остаться в своем регионе для исполнения долга перед Родиной. Это хорошая новость для тех, кто уклоняется от воинской службы. Стоит отметить, что с текущего года, то есть в мае-июне, в компетенции области находятся только экстерриториальные принципы призыва в Национальную гвардию Республики Казахстан. Следовательно, например, молодые солдаты из семьи могут служить в Ускаменогорске или Павлодаре. Точно так же граждане Павлодара могут исполнить свой воинский долг в Ускаменогорске семьей. Это было и желанием родителей. Теперь вот хорошая возможность не ехать в отдаленные города. Также ведется работа с комитетом Сарбас Аналаре. При этом члены комитета могут прийти в воинское подразделение, ознакомиться с состоянием солдат и свободно беседовать. Кроме того, Айбек Исаев отметил, что принудительный призыв граждан в возрасте старше 18 лет для исполнения долга перед Отечеством является дезинформацией. По его словам, при наличии справки о том, что будущий молодой солдат еще не закончил полностью учебное заведение технического и профессионального образования, в УЗ, он не может быть зачислен в армию. А если он хочет с энтузиазмом исполнить свой долг перед Родиной, то его приглашают через академический отпуск из учебного заведения. У молодого солдата есть большие возможности устроиться на работу или продолжить службу по контракту через 6 месяцев, особенно если он окончил колледж или высшее учебное заведение. В настоящее время в селах, районных городах проводятся соответствующие мероприятия для исполнения долга перед Отечеством. При этом гражданам разъясняется важность воинской службы. В семье появилась первая в Казахстане ретинальная камера нового образца. Современное диагностическое оборудование стоимостью более 26 миллионов тенге приобретено при спонсорской поддержке одного из банков и уже помогает спасать недоношенных новорожденных детей области Абай от полной слепоты. Сразу после установки оборудования в областном перинатальном центре были осмотрены 15 детей. У двух была выявлена ретинопатия первой стадии, у одного ребенка агрессивная форма ретинопатии недоношенных. Также благодаря новой камере контролируется динамика двух детей после транспопулярной лазерной коагуляции сетчатки. Сегодня тоже у нас немедленно важный момент в области Абай. Отчередная рация, так сказать, фонд контролирует. Сейчас в вашем письме будет 95 миллионов. Сейчас, наверное, пока в этот день подсказывают 130 или 130 миллионов, это очень большая помощь для нашей области. Ретинальная камера по своим техническим характеристикам значительно превосходит работу. Это первая камера нового образца, которая передается в медицинское учреждение в Казахстане. Вице-президент благотворительного фонда АЕЛА выразил уверенность, что оборудование поможет офтальмологам спасти жизни многих детей. Ретинальную камеру совершенно нового образца. Ретинальная камера поможет в своевременном быстром диагностировании такой сложной патологии по зрению у недоношенных новорожденных, как ретинопатия. Если ее вовремя не продиагностировать, новорожденный может безвозвратно потерять зрение, то есть ослепнуть. Ретинальная камера, офтальмоскоп, лазерная установка. Это полный комплект оборудования, который поможет врачам областного перинатального центра спасать зрение детей здесь, в семье, со всей области. Не нужно возить ребенка в Астану, в Усть-Каменогорск, ждать сложного и терять время на то, чтобы ему дали консультацию. Теперь все врачи могут делать здесь, в стенах областного перинатального центра. По данным казахстанских врачей, в настоящее время около 40% младенцев, родившихся раньше срока, страдают ретинопатией, заболеванием глаз, которые приводят к безвозвратной потере зрения у недоношенных новорожденных. Чтобы спасти их от полной слепоты, необходимо как можно раньше провести сложную диагностику. Теперь у врачей областного перинатального центра, расположенного в городе Семей, такая возможность есть. Талшин Шекартханиль, Жан Макзумов, Телеканал Семей. В мероприятии приняли участие руководители Управления образования области Абай и города Павлодар. Руководители методических центров, а также педагоги средних общеобразовательных школ, преподаватели технических колледжей и вузов. В ходе встречи обсудили перспективы развития стим-образования. Технология образования стим подразумевает взаимосвязь изучения естественно-научных предметов совместно с инженерией и робототехникой. Мы проводим конференцию межрегиональную совместно с Павлодарской областью по реализации стим-образования в наших регионах. Отмечается, что основной целью организации конференции является формирование образовательной среды стим-обмен передовым опытом педагогов в развитии функциональной грамотности обучающихся, а также построение плодотворного диалога. К слову, в нашем регионе активно развивается направление робототехники. С 2018 года у нас проводятся различного рода чемпионаты по робототехнике, а также республиканские конкурсы и научные проекты. На сегодняшний день в целях распространения работ лучших педагогов в области Абая региональным центром планируется проведение многочисленных мероприятий, конкурсов и фестивалей, а также чемпионатов. Уже прошел районный этап областного чемпионата «Зирек» по робототехнике, ардуино, моделированию, программированию для школьников в возрасте от 10 до 14 лет. Теперь планируется проведение его областного этапа. Добавим, что инновационно-методическим центром в будущем планируется проведение IT-выставки, в которой могут принять участие учащиеся как средних общеобразовательных школ, а также студенты профессиональных технических колледжей и вузов. Духовное управление мусульман Казахстана проконсультировалось с муфтиями стран Центральной Азии и учеными, ответственными за сферу фетв. С учетом результатов научных исследований было принято общее решение о порядке проведения Рамазана в этом году. Он начнется 23 марта, а ночь с 17 на 18 апреля – ночь предопределения. 21 апреля – Ораза Айд. В этом году фитр садака для населения составит 535 тенге. Его размер установлен исходя из средней цены на 2 килограмма муки по всей стране. Пожертвования можно совершить во всех мечетях страны или в электронном виде. Духовное управление мусульман Казахстана, консультируясь с Советом мусульман Центральной Азии, муфтиями, а также опираясь на результаты научных исследований, астрономические данные и выводы утвердило, что в этом году месяц Рамазан начинается 23 марта. То есть в этот день будет явление природы, когда произойдет новолуние. Тогда и начнется Рамазан. Каждую неделю священного месяца Рамазан будет проходить акция «Хайрам дожума». В рамках акции предлагается продавать продукцию и товары населению по ценам на 10-15% ниже обычной стоимости. Кроме того, будут раздаваться корзины Рамазана. Нуждающиеся семьи получат продукты по заранее составленному списку. Для этого жители должны обратиться к сотрудникам мечети. Как вам известно, священный месяц Рамазан имеет второе название – месяц милосердия. Это месяц, который сближает людей, знакомит друг с другом богатых и бедных, сопоставляет, показывает друг другу благодарность, щедрость и доброту. В священный месяц Рамазан планируется организовать ауза-шар под названием «Шарапат-Рамазан», а также устроить акцию «Сладости Рамазана для детей». В рамках празднования наурызов в городе и области пройдут различные мероприятия, которые, безусловно, охватят множество регионов. Мероприятия пройдут 21, 22 и 23 марта. Планом предусмотрено проведение более 500 мероприятий. 50 из них вошли в перечень основных. Кроме того, в разных частях города будут организованы тематические мероприятия с демонстрацией национальных обрядов. Праздники имеют единое направление по всей республике. В первую очередь, это праздник чистоты и экологии. В первую очередь, наурыз мы позиционируем как праздником чистоты и заботы об экологии. В этой связи будет дан старт общереспубликанской акции «Таза-Таби-Ват». К слову, у нас вошло в практику очищать родники. И сегодня часть нашей молодежи, в том числе и города-семей, под эгидой областного молодежно-ресурсного центра, выехали в соседний Озерский сельский округ, чтобы очистить русло родников. Вместе с тем, как отметил руководитель управления культурой и развития языков и архивного дела области Абай Айдар Ибраев, торжественное мероприятие запланировано на несколько дней. К примеру, 18 марта в перинатальном центре состоится праздничная выписка новорожденных с небольшой программой и аниматорами. Наш город сейчас пополняется новыми автобусами. С этим некоторые из них планируются украсить мудрыми словами Великого Абая. Планируется размещение книжных полок внутри автобусов, воспроизведение казахских национальных кюев. Также планируем провести другие мероприятия в соответствии с планом. 21 марта торжественные мероприятия, посвященные празднованию Наурызы, пройдут и на окраинах города. Это станет своеобразной прелюдией к основному празднованию, который начнется 22 марта и продлится целый день. Юрты будут стоять в разных точках города, традиционно на площадях, а в июне железнодорожного вокзала. Во время праздника, помимо традиционных угощений, будут организованы конкурсы, начиная от конкурса чтецов до спортивных соревнований. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова